Здравствуйте! Это телепроект «Человек в городе». Сегодня я приглашаю вас в творческую мастерскую знаменитого рязанского скульптора Бориса Горбунова. Знакомьтесь! Работы скульптора Бориса Горбунова знают и взрослые, и дети. Они украшают самые главные улицы, служат напоминанием о человеческих подвигах, становятся местом проведения торжественных линейк и парадов. Рядом с ними достают фотоаппараты прохожие и замирают фронтовики. Меня отнять от города очень трудно. Это все срослось едино. Потом я все-таки предки мои выходцы из рязанской земли. Кстати, родился он на Украине в 1938 году. Отец в то время служил в армии и ждал направления. В 1938 мне не запомнилось ничего. А вот в 1939 уже запомнилось. Как раз когда происходили события на Халкинголе, отца призвали в армию, и он там в Анголе участвовал в этих боях. В годы Второй мировой войны в их поселке разместили эвакуированных москвичей и ленинградцев. Он до сих пор с болью вспоминает бесконечные вереницы вагонов с бойцами и ранеными. Многие родственники Горбуновых погибли еще в 1933-м, во время голодовки. Других не дождались с войны. Может, поэтому тема отваги и чести так ему близка. Воинская группа на Площади Победы, знаменитый трактор Дарий Гармаш, памятник Иосифу Лапушкину, Василию Головнину в Старожилово. Памятник Владимиру Федоровичу Уткину в Касимове. Как раз та школа, видно, конец, да? В которой они учились в свое время. И если кто не знает, первый в России памятник генералу Скобелеву тоже работа скульптора Бориса Горбунова. Немножко гипертрофированный поворот такой был головы и все. Но с другой стороны, это ему соответствует, на мой взгляд. Как податливая глина должна быть пластична и душа скульптора. А как иначе угодить и себе, и городу, и порой капризным родственникам и знакомым тех, чьим именем называют улицы и скверы. Врез висел меня, прежде всего, Надежда Николаевна. Потому что здесь много людей, которые с ней работали. Много тех, которые знали ее хорошо. И поэтому, чтобы ее сделать узнаваемой и принятой людьми, вот пришлось здесь очень много поработать. И найти наиболее простое решение, уйти от всех сложных движений, формы. Это ведь во многом благодаря ей, Надежде Николаевне, Рязань получила своего заслуженного скульптора. Когда партия только вела разговоры о жилье для нового специалиста Горбунова, она, не раздумывая, заявила, если специалист хороший, все найдем, пусть приезжает. Я был, ну, просто восхищен этой женщиной. И это у меня осталось до самого конца. Потому что потом много общались и работы выполнялись по ее поручению. Без спешки он работал только над памятником генералу Гобяка, который установили в селе Морозовой Борке Сапашковского района. А вот работа над монументом Василию Маргелову была выдержана временем и терпением. Не один год близкие командующего ВДВ и последователи известного на всю страну Бати, как называют его офицеры, спорили о размерах, деталях и настроении. Особенно вот эта деталь, она их все время настраивала против. Но потом они, когда увидели уже модель в натуре, они поняли, что тут все будет хорошо. Реальная высота фигуры 3,60, а сама арка почти вдвое больше, 7,20. Но этот шедевр уже в соавторстве. В одной светлой мастерской соседствуют творческие поиски Горбунова-старшего и его сына Василия с супругой Полиной. Это дает возможность такого некого компромисса и решать совершенно различные задачи, которые перед нашей, будем говорить, общей мастерской стоят. Как с тем же Маргеловым, если взять. В нем есть симбиоз и классическая скульптура фигуры, именно классическая, и совершенно декоративные арки, которые выполняют свои задачи, подчеркивают скульптуру и тоже им передают динамику. Как это ни странно, Василий Горбунов пришел в искусство уже в зрелом возрасте. Отслужил в армии, получил несколько параллельных профессий и задумался. А почему, собственно, с таким примером перед глазами нужно искать что-то другое? Потом везде у нас всегда был пластилин, во всех местах, где только можно. Соответственно, попадал в руки, и сами что-то с детства из него лепил. Вот это как бы естественный процесс, который впитался. Васина работа такая, это их декоративные поиски. Работы сына более условные и оттого вдвойне заставляющие подумать и домыслить. Ну вот деревяшечек стоит, да, наверху рублен. Это композиция посвящена, ну, Георгию Поведоносу, поединок называется, да, как бы если присмотреться, видно, что стилизация змея, да, вот коня. Потом вот эти вот вещи, которые стоят вот более формальные, такие всякие круглые, вот эти штуки. Все это станковые творческие работы. Из монументальных крупных нельзя бать и вниманием тот же самый лухавицкий огурец. А сколько восторгов у детей и взрослых вызывает компания героев из простоквашина или айболит. На полках в мастерской по нескольку набросков и фигурок. Ведь все для чего-то. И чем проще герой или предмет, тем больше он должен нести души и настроение. Как говорят в этих стенах, образ, сохраняющий свежесть. С грибами очень непросто на самом деле. И так же, как с огурцом непросто. Потому что символ очень противоречивый и может вызывать совершенно разную ассоциацию у всех. У Полины тоже много серьезных работ. Но она, как нам показалось, добавляет в этот мужской тандем гибкости и легкости. Я люблю кошек. Мне нравится их пластик. Поэтому много кошек. Просто между делом они все время возникают. Кошки с людьми, кошки сами по себе. Вот такие вот. Такие. Ой. Такие всякие. Малюсенькие фигурки, сначала пластилиновые, буквально умещаются на ладошки мастера. Потом снимаются гипсовые и восковые формы. И только затем доходит дело до металла. Требуются тонны. Ну, это рабочая модель генерала армии Дубынина. Начальный генерал у него штаба в свое время был. За свою любовь к искусству и творчеству Борис Семенович до сих пор благодарит маму. Даже в самые непростые времена она не пропускала ежегодную поездку с детьми в Оренбург. На этой фотографии маленькому Боре всего семь. В этот день они с сестрой, нарядные и счастливые, снова ездили в цирк. А вот на рисование он обратил внимание только в четвертом классе. У меня был одноклассник. Ну, жили мы в одном подъезде. Он постарше, правда, был года на два. И однажды он приносит картиночку. Он там срисовал с учебника, но очень здорово. Мне так понравилось это дело, что я решил научиться тоже что делать. И все, взялся и стал все время копировать там, с картинки, с одной, с другой, что-то такое. Так автор плаката фастинг-газет для школы и совхоза решил закрепить навыки в художественном училище. Правда, наживу письпайте не дали. Я сначала даже не подумал, а что искать, я никогда не лепил, ничего. Я пришел к директору, говорю, я же сам не собирался туда. Ну, говорит, видишь, какой у нас расклад народу-то много очень. Кому-то надо туда, кому-то надо театральное чем-то. Ну, если ты считаешь, что ты такой великий, живописец, ты год-другой побудь на скульптурном, потом переведем тебя на живописное, если будет желание. Но такого желания не возникло. А в одной из самых красивых ташкентских весен, на залитой солнцем улице, в толпе отдыхающих, он встретил ее. Мы стояли как раз у театра Наваи, центр города. Иду, прибегают там девочки, привет-привет, все поздоровались, спрашиваю, кто так пьет. Говорит, ты что, не узнал же. Ну, тут самая Нина, Галина сестра. Посмотрел, ребята, я на ней женюсь. Все только вот и разину людей, таких заявок. Ну, так вроде посмеялись, ну, все. И вот все, с тех пор началось наше, как бы, отношение. Одни на всю жизнь? Одни на всю жизнь. Что сказать, настоящий монументалист. Все в его жизни основательно и надолго, и планов впереди достаточно. И, наверное, очень приятно оставить след не только в истории своего города, но и в той же Италии, где находится памятник Федору Политаеву. С нетерпением будем ждать новых работ.